дорогие зрители спасибо вам за ваши комментарии я очень ценю и комментарии хорошие разные и они дают мне пищу для размышлений вот сейчас я хочу поговорить на тему желание нравится но всем мы хотим нравиться другим людям мало тех кто не хочет нравиться мы о них тоже поговорим почему так происходит почему есть такие люди которые любят вызывать негатив любят видеть как других корежит от их слов от их поведения от их значит вот отношения и но в двух словах скажем скажем об этом желание нравится сейчас я хочу вспомнить одну одну ситуацию я был однажды я вот во французском институте познакомился с одной девушкой она из тонка и вот меня поразило ее и поведение и манеры ее стиль она была во первых одета с иголочки вот очень ухоженная но прическа там ну все следила за собой макияж как она ела это канапе как она вот пальчиками брала так все утонченно и изысканно клала это в рот так вот пережевывала медленно красиво еще вот во все во все их во всей манере была такая грация такая такая изысканность утонченность по-французски она так говорила хорошо слушала тоже хорошо и произносила но произвела впечатление да сумела понравится я подумал ну надо же ну такой бриллиант редко встречается вот родители воспитали воспитали прекрасно прекрасно что это такое это естественное желание понравится вот когда у вас это все естественно когда вы не хотите просто произвести впечатление вот нарочито понравится кому-то да как правило это ну это заметно во первых и часто когда еще человек преследует корыстные цели это выглядит ну не очень не очень во первых это заметно желание понравится но слишком как бы настойчиво но о себе вопиет да вот я хочу тебе понравится полюби меня да и так далее а во вторых ну часто вот такое желание оно корыстное да вот мы видим это у политиков например которые настолько искусны в этом особенно западные политики я вот помню свои встречи с некоторыми канадскими политиками американскими бог насколько это у них в крови органично вот они умеют нравиться я помню на морозе депутат вот замерз он уже весь был красный да вот ру руки заледенели и еще он дрожал уже от холода и все равно он оставался на мероприятии но было уличное давал интервью и так далее вот но от этого зависело конечно от уме не нравится зависел и его прохождение в парламент канада почему да человек ну хочет выглядеть лучше это нормально это нормальное желание и здесь очень важна вот именно социальная роль социума который создает как бы вот является той средой который человек хочет выглядеть лучше да вот и понятно что если социум здоров если общество здорово то и люди хотят выглядеть как бы но ну хорошо хорошими быть да в глазах других казаться сейчас мы поговорим про быть быть и казаться а если общество больно ну вот начинаются доносы стукачество призывы доносить да вот есть просто есть больные люди у власть очень много таких больных людей которым требуется психокоррекция а то и психотерапия серьезная и они создают атмосферу нетерпимости враждебности и люди начинают уже себя подозревать вот как помните кстати иисус христос в этом плане был не лучшим психологом когда он сказал один из вас предаст меня вот он посеял эту тревогу эти вот эту подозрительность и мнительность и бдительность и и ученики его там спрашивали не я ли не я ли да вот люди начинают в себе сомневаться люди начинают а что такое сомнение в себе сомнение в себе это уже такая вот такая вещь которая заставляет о себе думать плохо заставляет о себе думать хуже чем вы есть на самом деле и поступать соответствующим образом знаете вот эта девушка из французского института да ну где мы познакомились в ней это все органично очень ее так воспитали ей привили эти манеры светские манеры и это что это вот социум окружающие до общество родители в первую очередь конечно да вот а ведь прививают и другие совершенно вещи да злость можно привить ненависть можно привить подозрительность это тоже все прививается если людей невротизировать но они будут как на волком смотреть друг на друга так как зверьки они уже не будут не будут хотеть нравиться они будут хотеть ненавидеть вот это мы тоже видим что это делается вот такой контраст теперь да и сначала конечно человек хочет нравиться а потом но это вполне органично становится частью его манер хороших да умение обходиться с людьми жить среди людей вот психология она учит жить среди людей на и быть счастливым при этом вот дальше теперь что касается быть а нормально быть лучшей версии себя и стремиться к этому вот я вспомнил своего учителя одного но он выглядел как бомж просто бомж выглядел но при этом он был не ну необычайно одаренный человек интеллектуальный знал там 40 языков в разной степени и и когда вот мы с ним общались его студенты ну у меня у тебя все менялось настолько вот обаяние ума было великим грандиозным потрясающим вот и забывал обо всем просто вот что вокруг тебя ты уносился в такие дали в такие в такой мир интеллектуального общения светлый радостный и счастливый что конечно ты получал истинное истинное интеллектуальное наслаждение удовольствие вот что ты конечно это очень очень обаятельное общение было вот делал ли он это специально нет он был таким человеком вот потому что когда человек стремится быть лучшей версии себя он себя вылащивает он он себя как бы делает да образовывает воспитывает он таким становится уже человеком вот который нравится вот это прекрасное стремление понравится с одной стороны оно служит конечно мощным мотивационным механизмом мы знаем что вот школьники которые любят своих учителей которым их учителя нравится они лучше учатся вот поэтому для учителя для педагога важно это умение нравиться школьникам потому что это влияет на их успеваемость если учитель не нравится тогда все интерес к предмету пропадает и школьник учится плохо то есть вот в этом умении нравится очень много всего положительного да и оно используется во благо также используется и во зло когда мы видим вот политики например да по сути паразитирующие паразитируют на этом умении и потом просто сидят на бюджете ничего не делают там особенного да какие-то обсуждают выдуманные проблемы вот как сейчас там в европарламенте обсуждается выдуманная проблема людям нечем заняться на самом деле вот и они придумывают проблемы там миграция там еще что-то вот и якобы мы должны тоже занять чью-то сторону тоже бороться тоже сопереживать им тоже их поддерживать и думать что вот это то что они делают это архиважно на самом деле это все выдумки это все выеденного яйца не стоит и как правило правильно сказал Михаил Веллер это шлак который там в этих структурах заседает что касается вот да но с другой стороны ведь вот этим стремлением нравиться и так далее манипулируют часто да как то ты мне не нравишься ты как то сегодня себя неправильно ведешь и так далее начинается да вот это все мы с этим столкнулись что это манипуляторы так себя ведут поведение манипуляторов вот для того чтобы чего-то добиться от человека чтобы он поступал желаемым ожидаемым образом в этом выражается чувство контроля да нездоровое чувство контроля да там чувство долго прививается ты должен так себя вести и так далее в результате все это оборачивается против тех кто это насаждает против манипуляторов и против человека самого потому что он в конце концов начинает сопротивляться и у него возникает желание вредничать вредить быть хуже чем он есть на самом деле да делать зло и так далее и так далее вот какой противоположный эффект получается чего добиваются манипуляторы и контролеры вот дальше часто желание нравится оно несовместимо с отчуждением собственной экзистенции когда мы во первых часто не принимаем себя рост это всегда процесс болезненный это всегда конфликт и конечно нас не принимают другие да вот тоже ожидаемое поведение ожидание невротическое чувство вот мы живем вот так он должен петь по нотам так он должен говорить так он должен думать или она так он должен себя вести и прочее прочее вот тогда хороший да а вот если не так себя ведешь какие-то мысли высказываешь другие имеешь другие предпочтения в разных сферах жизнедеятельности все ты уже плохой ты уже не такой как нам хочется тебя видеть и так далее вот здесь очень важно все таки стремиться к саморазвитию к самосовершенствованию и быть судьями для самих себя в первую очередь нравится самим себе искать истину да работать над собой вот для этого есть наша великая видеокнига перемен книга любите своих крокодилов есть программы наши психотерапевтические решения проблемы зависимости много чего другого психотренинги потому что невротизирован человек трудно ему понимать что к чему поэтому надо быть спокойным надо успокоиться любить себя можно в спокойном состоянии только в расслабленном поэтому надо уметь расслабляться каждый день релаксационные психотренинги сеансы гипноза самогипноза научиться этому просто и не напрягаться научиться самонаблюдению в первую очередь вы должны полюбить себя и научиться нравиться себе вот я говорю так всем кому надо я уже нравлюсь и меня уже любят вот это не значит что я там не работаю над собой конечно я над собой работаю и главная моя задача это самопознание вот и реализация моего безграничного творческого потенциала что я и делаю вот пою развиваю свои вокальные данные навыки формирую умения и навыки писательские психологические переводческие языковые какие еще там ну вот я пробовал рисовать картины я так смотрю на них очень оригинальные они конечно потрясающие вот насколько индивидуальный человек да насколько индивидуальность яркая но никто ж так не нарисует больше только я вот и каждый из вас точно такой же поэтому любите себя раз доброму человеку вы понравитесь и так он вас оценит он увидит вас хорошее манипуляторы будут вас вам внушать чувство вины ложное да вот кстати приобретите великую видеокнигу перемен там все это вы увидите будете вообще просто вот ну непроницаемы для внешнего воздействия для манипуляции для того чтобы вами управляли другие сможете управлять собой своей судьбой будете всегда спокойные веселые научитесь анализировать себя самонаблюдению самоуправлению самостоянию самостоятельности психологической и так далее желание нравится еще отражается конечно наша оценочная зависимость есть у этого желание и минусы как и у всего да плюсы и минусы оценочная зависимость а что скажут вот надо от этого тоже избавляться вот потому что ну ясно что много больных людей почему к их мнению надо прислушиваться да вот и очень много людей тревожных очень много людей невротизированных недовольных собой неудачников людей ну нездоровых да которые вот не знают что делать барахтаются сами несчастные других делают несчастными ну что ж ну сколько можно их слушать от этих людей вот тут одна принялась защищать человека который в этом совершенно не нуждается который даже не знает о разговоре она там пьет себя пяткой в грудь ва 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 зачем ты об этом вообще думаешь думай себе никто не нуждается в твоих эмоциях в защите твоей в твоем в твоем морализаторстве и так далее зачем ты тратишь энергию возмущаешься этим всем да живи своей жизнью делай себе хорошо люби себя создавай атмосферу любви вот а вот эта атмосфера любви она и есть условия развития нашего таланта нашего нашей души нашей индивидуальности и тогда мы будем нравиться и себе и другим и то что вы делаете будет обязательно встречена на ура поддержана и кроме того вот эту энергию вашей любви почувствуют другие окунуться в нее не бойтесь делиться этим я щедро делюсь этой энергией любви своей с другими людьми они это чувствуют тоже там сиять начинают радоваться жизни раскрываются у них способности таланты они начинают действовать себя не узнают как здорово надо ж какая жизнь интересная всего то вы поделились энергией любви энергией своего обаяния энергии своего своей души да вот этой душевностью своей тут люди сразу расцветают ну вот чтобы расцветали нужны условия тепло чтобы было да вот это душевная теплота вот дарите эту душевную теплоту людям и увидите как все изменится сразу вот и вам тоже приятно будет что вы кому-то помогли кто-то для кого-то открылся смысл жизни часто смысл жизни не формулируется даже не осознается но человек хочет жить вот это жажда жизни у него пробуждается жажда жизни это жажда творчества поэтому надо поддерживать творческую активность людей обязательно любыми способами вот вот что хотелось сказать на тему обаяния поэтому будьте обаятельны улыбайте себе вот просыпайтесь утром с мыслью я обаятельный или обаятельная да я люблю себя я люблю мир я люблю людей я счастлив у меня все хорошо все прекрасно сегодня есть интернет да там сварил себе кофейку утром с черным шоколадом горьким что еще там приготовил себе завтрак и там даже картошечки поджарил уже уже супер с каким-нибудь посыпал это майораном там как-нибудь вкусненько все это сделал да уже порадовался вот придумал себе занятия ну и так далее и так далее и так далее и помните что от каждого из вас от каждого из вас зависит та атмосфера общественная в которой мы живем вот поэтому когда вы полюбите себя начнете себе нравиться вы сразу вам сразу начнет нравиться и мир вокруг вас и люди и вы им будете нравиться и они вам и все станут счастливыми сразу вот и мы увидим преображение мира преображение мира да оно возможно будет совершенно другое общество где не будет конфликтов не будет противоречий никаких не будет вот это доминирование да ну как в мире животных вот власти подчинения нет будет совсем другое все будет счастье будет радость будет любовь вот когда вы полюбите себя когда вы примите себя когда вы будете нравиться себе вот только при этом условии пока вы себя не любите а то и ненавидите мир будет оставаться враждебным злым недобрым неуютным некомфортным вот комфорт мира начинается с комфортом в вашей душе а для того чтобы душа была душа пела необходимо уделять ей внимание прислушиваться к ней да к сердцу к интуиции к душе быть спокойными и раскрывать свой безграничный творческий потенциал ну вот вылащивать себя ну так без ложных ну без надрыва без там контроля ожиданий слишком да серьезных вот вот что мне хотелось бы сказать на эту тему пожалуйста задавайте ваши вопросы пишите комментарии приобретайте наши книги наши наши видеопрограммы приобретайте кстати мою книгу философские беседы вот я ее написал вместе с философом Арсеном Мелькианом если вы хотите научиться мыслить оригинально и глубоко вот почитайте книгу там где-то 400 или 500 страниц разные темы мы обсуждаем и социальная философия и философия и психология и политическая психология и вот взгляды наши там собственное мировоззрение оригинальные идеи там и так далее вот если вы хотите научиться мыслить оригинально нравится себе а что такое нравится себе это быть не таким как все быть непохожим быть уникумом и осознавать это и заинтересовать в себе весь мир вот этой своей уникальностью вот а этому надо учиться тоже если вы хотите научиться быть оригинальным заказывайте мою видеокнигу в электронном виде я не видеокнигу а просто книгу в электронном виде я вам ее пришлю философские беседы называется подробности в описании к данному видео вот и вот вы научитесь так мыслить нестандартно и в конце концов это вот и будет востребовано это уже востребовано интеллектуальное общение потому что столько инфомусора и люди же нуждаются в кислороде интеллектуальном интеллектуальном в умном общении умное общение да в знаниях психологических особенно в том что просвещает в том что приносит радость уму да радует ум в том что заставляет развиваться думать наслаждаться интеллектуально а не страдать да не притупляет а наоборот заостряет вот и тогда вы будете себе нравиться и другим так что есть для этого все условия все возможности осталось вам захотеть захотеть стать уникальной личностью индивидуальностью яркой